Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Осталось бумаги какие-то подписать Но нотариус сказал, что поможет подготовить Девушки отдыхают 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 А то мы так с тобой никогда Поговорим А мне нужно тебе сказать Ну, чтобы ты знала Сейчас Девушки отдыхают Ой, проводка опять Выходит, это я в прошлый раз Напортачил Не доделал что-то Да нет, это просто дом старый Ну ничего Я понемногу Да ладно Ладно, я сейчас все исправлю, подержи аккуратно. Готово! Ура! Вова, я пришел. Может, чаю? Спасибо, не нужно. Я пойду. Ну, ладно. Ты мне про письмо говорил. Письмо? А, да. Да я его еще не написал. Я так вообще сказал. Пока. Лиза, Лизочка, ты только посмотри. Ты куда? Я от тебя ухожу. Я тебя все поняла. Что ты поняла? Что ты меня не любишь. Я тебя не люблю? Да я ради тебя готов вообще. Если бы ты был готов, ты бы обо мне заботился. А так? Тебе же важно твое упрямство. Даже не можешь сделать для меня такую мелочь. Ну, какую мелочь? Поставь ты этот чемодан. Какую мелочь? Наследство, Митя. Мне безразличны деньги твоих родственников. Но мне важен принцип. Ну, подожди, Лиза. Ну, так нельзя. Ну, подожди. Ну, давай обсудим. Ну, нельзя же так вот. Давай все обсудим. А? А что обсуждать, Мить? Ты был любовью всей моей жизни, Митенька. Ты тоже. Прощай. И не смей. Просто не смей искать со мной встречи. Потому что Катя... Ты приедешь к Кате? Ну, какое это имеет значение? Ну, вот. Нет! Нет, даже и не проси. Не будет ничего. Нет. Ну, пожалуйста, Павел Павлович, я вас очень прошу. Краснова. Я что, тебе-то чего не хватает? Ты чего увольняться решила? Ты же у нас лучший маляр, блин. Ну? Мой муж, ну, будущий, сказал увольняйся. Муж. Папа, дедушка. Какой муж? Это Серега, что ли? Ну? И чего ему надо? Он говорит, что... Как? Моя жена не будет... Семенович, где? Ага. Говорит, что моя жена не будет маляром. Ай, что ты! Бабарин какой, а! Да что вы вообще решили? У вас эпидемия, что ли, какая-то увольня не пошла? Ты... Без ножа режете! А кто же еще увольняется? Ох ты! Игорь Кононов! Такой мой шмонтажник хороший! Ах! 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 Как? Игорь уволился? Почему? Да кто же вас разберет? Уезжайте ему куда-то! Пиши! Заявление пиши! Спасибо, Павел Павлович! Семен! Ух ты, Машка! Привет! Поздравляем! Ух ты, Машка! Никто не верил, что Серега когда-нибудь женится! Спасибо! А вы откуда знаете? Да вся стройка уже знает! А как тебе это удалось-то? Да! А че это нас на свадьбу не позвали? Зажали что ли? Да какой Серегий муж! Он наследство Машкина польстился! Вот поэтому праздновать настроение и нет! Я тебе знаешь что скажу? Вот люди, как разбогатеют, они сразу жадные становятся! Это точно! И что ему в голову взбрело? Не знаю! Эх! Денег что ли не хватало? Жить есть где? Надеть есть что? А я плакала, просила! Нет! Уперся и все! Поеду! А куда он поехал? Ой, да на флот служить пошел! Он на год контракт заключил, потом говорит, куда пошлют! А что же он тебе ничего не сказал? И не попрощался? Странно! Он очень о тебе хорошо говорил! А вы часа мне поссорились! А я дур старый размечталась! Думал, вы поженитесь! И ведь мне сразу очень понравилось! Ой, ну что вы! Мы с Игорем просто дружили! А-а-а! Здравствуйте! Чем могу быть полезен? Моя фамилия Черновицкий! А-а-а! Секретарь доложила мне! Прошу! Лучше! Понимаете, Ну, дело в том, что, в общем, я решил вернуть наследство своих родителей. Ну что ж, насколько я помню, полугодовой срок предъявления прав в вашем деле еще не истек. Так что, вполне возможно. Да? Подождите, а, ну, насколько я знаю, что это нужно по судам мотаться и что-то там доказывать, я бы очень не хотел. Если вы готовы расстаться с определенной суммой, вполне приемлемой, надо сказать, то за вас это будет делать мой человек. Вам только надо будет оформить на него доверенность. И все, все. О, ну это, конечно, я согласен. Да, спасибо. Спасибо. Релиза. Я знаю, что ты меня слышишь. Ну, открой, пожалуйста, а? Я все равно отсюда никуда не уйду. Я спросил, не приходи. Ведь между нами все кончено. Я не могу один. Я очень по тебе скучаю. Можно я войду? Нет. Ну, мы просто поговорим. Это все равно ничего не изменит. Кредит на квартиру оформлен. Все, у меня есть деньги. Надо подать заявление в ЗАГС о расходе. Еще одна новость. Нет. Я подал в суд на пересмотр дела о наследстве. Митя, это не имеет никакого значения. Ну, я же не из-за денег. Да я понимаю, но я хочу, чтобы ты знал, я готов брать тебя на все. Я просто думала, что ты меня разлюбил. Ну, что ты, голубенькая моя, ну как? Я тебя, я тебя очень люблю. Пойдем домой. Скажешь, разлюбил. Скажешь, разлюбил. Скажешь, разлюбил. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушка, вам заказное письмо Вот, распишитесь, получи мне Вот ручка Нет, от кого? От кого, от кого, и сюда, девушка Доброе утро Доброе-доброе Кто там приходил? Да письмо какое-то из суда принесли Ладно, потом посмотрим Тебе чай или кофе? Кофе Че? Че ты подставал? Сережа, что случилось? У вас все, отбирают Сережа Все, отбирают Кто они все отбирают? Не думай, что они могут так совсем поступать Я их покажу Отбирают Правда, они отбирают Вот Только ты Больше никуда не уходи Ладно? Никогда Сейчас главное твоим здоровьем заняться Кредит я взял А уж как связаться с клиникой В Европе я теперь знаю Мить А уже не надо ничего Как это не надо? Представляешь, я Не успела тебе сказать Сегодня сообщили В клинике Диагноз перепутали То есть? Ну Я сделала расширенное обследование И выяснилось, что Я абсолютно здорова О, господи Как же здорово-то, а Митя Я только устала очень Да Давай путешествовать поедем Мир посмотрим Мир посмотреть это Здорово Только боюсь Денег нам ненадолго хватит Мы из антиквариата что-нибудь продадим? Не, ну Это неудобно как-то Знаешь что А давай все дадим В музей Ну пускай люди Посмотрят Порадуются Увидят, что мои предки Собирали столько лет Мить Спи Давай спать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Что? А ничего Что? Я Ну кто им, а? Ой Ну кто? Я для них, а? Мелкая сошка Ну Сказали Решение суда принято Так что Забирайте свою законную Субру И Вымазывайтесь Из этих Барских Хором Сереженька Не переживай Я Я опять на работу пойду Вот сна Вот какая-то Подлянка будет Вот Сереженька Жаль Что так вышло Ну-ка постой Вот встань там Подождите Я все-таки не понимаю Должен же был бы быть суд Был суд Как? А ее не вызывали Вызывали Подождите А мы ничего про это не знали Повесткой вызывали Как положено А мы ничего не получали Ну Все претензии к почте А Понятно, да Состряпали дело Комар носу не поточит Заплатили Почитали Пальшевую подпись поставили Улучшек Вас супруга дожидается Законно Вы знаете Я вот это так просто не оставлю Я, Федеральный Суд буду обращаться Высшие инстанции А то развели здесь коррупцию Знаете ли За клевету Нас тоже сажают Ну пойдем Че стоишь-то Люба, завари чаю И не беспокойте нас Видишь Я же обещал, что Все будет хорошо Не так хорошо, как могло бы быть На самом деле А что не так-то Твой муж Испугавшись Твоего ухода Сам все оформил Как ты и хотела Я боюсь, что Митя Может наделать глупостей А мне было бы спокойнее Если бы все имущество Было бы оформлено на меня Я тебя недооценил Напрасно Предложи варианты Мне приходит в голову только один Надо Надо достать справку Ну что Митя психически невменяем Тогда единственным опекуном его буду я Лиза Ты далеко заходишь Митя хочет отдать Городскому музею Весь антиквариат По-твоему, это нормально? Хм У тебя есть люди, связи А я умею подделать Митину подпись Так что ни одна экспертиза не отличит Это подсудное дело Да? Ну кто будет обращаться в суд-то? Митя? Ты его видел? И все-таки... Ну сделай это для меня И мы будем вместе Ты просто идиотка! Сереженька... Ну у тебя же своя квартира была! Своя! Ну я ведь ее Раисе подарила Ты забыл? Я забыл? Да такой не забывай! Подарите квартиру! Ты идиотка! Но ведь ей надо было Где-то с детьми жить Да какое твое дело? Где с кем жить и кому? Сереженька, не злись ей Я просто помочь хотела Я не знала, что... Да если ты даже знала, а? Ну если ты знала... Какое твое дело? Подарить квартиру? Ну ты... Да ты идиотка! Ну пусть так Но ведь не в квартирах Счастье Главное, что мы вместе Все! Все! Я на работу! Я только на полдня просятся Все! Да... Время Будто остановилось Отец никогда не разрешал Трогать свои парусники А мне так хотелось Ключ от сейфа у тебя? Что? Ключ от сейфа А, да Вот возьми Там мамин драгоценности Может тебе что-то понадобится Настя? Так... Анатоли – кучу Кручу Трогать свои парусы Пусть Трогать свои парусы Кручу что любишь ты меня любишь ну что такое опять ты мне не веришь я уже начинаю сомневаться ты из-за лизы это из-за лизы я же объяснял что у нас с ней ничего личного только бизнес возьми меня замуж за пять лет ты могла бы понять что я убежденный холостяк ты за пять лет мог заметить что я не буду мешать тебе жить как хочется любожь давай не будем разрушать то что есть значит все таки лиза тебе с ней роман я всегда ценил тебя за то что ты умная женщина и не истеричка не заставляй меня в этом разубеждаться может пойдешь поработаешь а это и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так что, как говорится, кушайте витамины, дышите воздухом, гуляйте Но через месяц попрошу-то мне на плановый прием Спасибо Добавил субтитры DimaTorzok 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 Серёж, я у доктора была. Ну и что? У нас ребёночек будет. Эдого ещё не хватало. Ты что, не рад? Счастлив. Слушай, можно ожидать сейчас этого, ну, давай. Что сделать? Ну, эти ваши бабушки дела. Ну, если бы ребёнка не было. Серёжа, что ты? Да. Он просто не ожидал. Испугался. Конечно, такая ответственность. На самом деле он обрадовался. КОНЕЦ А знаешь, меня сегодня руководство отметило на работе. Я кое-что придумал. Слушай, а давай завтра в кино пойдем? Митя, я там твой паспорт взяла. Не подумай, что потерял. Зачем? Хочу путевки оформить. В Сочи. Там говорят рай. Для меня рай. Здесь. С тобой. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Здрасте. Да что мне твое здрасте? Где деньги? Какие деньги? Обыкновенные за месяц за квартиру. Неделя пошла, а вы не платите. А что, разве муж вам не заплатил? Ты что думаешь? Мне делать нечего, таскаться тут с 7 утра. Я ему сейчас на работу позвоню. Может, забыл? А он что, дома не ночует, что ли? Так, мне вот эти ваши фокусы не нужны. Либо платите, либо съезжайте. Ой, да это какая-то ошибка. Я вам сейчас все деньги отдам. Правда, мы отложили. Я вас отсюда с милицией выселять буду. Я вас . Спасибо за субтитру. Спасибо за просмотр. Ребята, вы не видели Серёжу? А Серёжа нет там? Павел Павлович! Павел Павлович, ну! Уволился Серёга? Ты что, не знала, что он увольняется? Он мне от тебя избежал! Ну что ж... А теперь настало время блеснуть и другими твоими талантами. Смотри... Подписывай здесь... Слушай... Лихо у тебя получается? Так, теперь вот здесь... Здесь... Что? Не получилось... У тебя есть ещё копия? Ага. Почему мы не могли нормально в твоём кабинете за столом всё подписать? Ну, значит, не могли. Что-то случилось? Да, Люба... Мне кажется, она что-то слышала, о чём-то догадываться. А я... Не хочу, чтобы она узнала. Но рано или поздно она всё равно всё узнала. Тогда придётся её уволить. Ну что, я думаю, где-то месяц уйдёт на оформление формальностей, а потом найдём хороших антикваров, приличного риэлтора и... Здравствуй, новая жизнь! Слушай, а... Ты уверена, что... Действительно... Хочешь... Продать этот особняк? Конечно. Я бы скорее хотела убраться из этой дыры. В Москву. В Москву? В Москву. Какая романтика. Люба, ты следила за мной? Собираешься меня бросить? Господи, Люба, я встречался с Лизой по делу! В гостинице? Да! Чтобы нормально поговорить, чтобы... Не надо. Чтобы не нервировать тебя, между прочим, потому что ты меня уже задушила своей ревностью! Вот ты из этого уже умудрилась создать проблему! Не ори на меня! Люба, иди на место! Сейчас клиенты придут! Ты прости, некуда мне тебя пустить. Ну, ты сама подумай. В одной комнате дети. В другой комнате мы с Петюней. С Петюней. Ну, с Лисарного ты не знаешь. Я могу на кухне. Маш, ну какая кухня? Ну, ты сама подумай. Ты же молодая женщина. Зачем Петюней такие заманушки? Рай, я беременная. Да ему-то козлу по барабану. Тем более ты в таком положении. Тебе покой нужен. А у нас-то колготня с утра до вечера. Не пущу. Тебе. 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 Успокойся, малыш. Все будет хорошо. Мне с тобой ничего не страшно. И ты ничего не бойся. И... Мама обязательно что-нибудь придумает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Маша! Проходи. Проходи, дядечка. Что случилось? Дяденька, проходи, милая. Проходи. Вы только Игорю, пожалуйста, ничего не говорите. Нет, конечно. Заходи, заходи, заходи. Уважаемые Анатолий Андреевич и Нина Фёдоров. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уважаемые Анатолий Андреевич и Нина Фёдоровна. Пишет вам Елена, мама дочки вашего сына. Я не виню Митю в том, что у нас всё так вышло. Родить Машеньку я решила сама. Митя не знал о ней. Когда я поняла, что беременна, мы уже расстались. Нам не нужны ни деньги, ни прописка, я справлюсь сама. Но я хочу, чтобы вы знали, у вас есть внучка. Может быть, вы когда-нибудь захотите её увидеть? Уже сейчас видно, что она девочка умненькая и красивая. Надеюсь, станет актрисой, как бабушка, или учёный, как дедушка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Машенька. А у меня беда. От Игорька давно писем нет. Так давно жду. Не знаю, что думать. Да вы даже не думайте. Нет, нет, я не думаю. Вот и не думайте. Он там чувствовать должен, что его ждут. Да я не думаю. Ну, а вдруг что случилось? Нет, нет, надо верить. Может, может, с почтой что-то? Нет, ну, всё-таки же не великое отечественное. Ну, и что? Мало ли недоразумения. Мне вот историю рассказывали. Ой. Спасибо, что утешаешь. Золотая у тебя душа. Хорошо, что ты ко мне пришла. Маш, оставайся у меня жить, а? Мне не так тоскливо будет. Ну, может, и я тебе пригожусь. Спасибо. Оставайся. Да что ты совсем, у меня руки-крюки сделались. Ой. Ой. Ой, давайте я сделаю, помогу. Ладно, сиди уж. Доктор сказал, тебе покой нужен. Ой, навязалась я вам. Пойте, кормите, ухаживайте. Но вы не переживайте, я... Я всё-всё отдам. Всё, что вы на меня потратили. Ты глупостей не говори, что у меня денег, что ли, совсем уж нет. А потом, мне одной сейчас ничего не нужно. От Игоря так ничего и не было. Если б был, неужели б я не сказала? Плясала бы от радости. Ну, вы не забудьте. Если что, то... Вы про меня ничего не говорите. Ну, если вдруг... Да что ж ты всё как на иголках, а? Ну, если я пообещала, значит, буду молчать. Только позвонил. Лизонька, хорошо, что ты пришла, я уже соскучился. Я вот тут в очередной раз архив отца разбираю. Митя, я с тобой развожусь. Как? Почему? Что почему? Слишком много вопросов, Митя. Давай без цен. Ты уедешь на свою квартиру и... Мы разведёмся, как интеллигентные люди. Подожди, подожди, я ничего не понимаю. Это какой-то дурный сон. При чём здесь развод? Какая своя квартира? Вот мой дом, я здесь живу. Прости, пожалуйста, теперь по документам единственной владелицей дома и всего наследства являюсь я. А... Это такая шутка, да? Митя, это правда? Нет. Хочешь, я тебе скажу, как ты меня раздражаешь? Ну, вот этой вот вялостью своей, вот этой вот... Меня бесит этот город, понимаешь? И провинция меня бесит. Меня раздражает бедность, и... Я её боюсь просто. И меня больше всего бесит, что ты этой бедностью гордишься почему-то. А я хочу жить, как я этого заслуживаю. Да нет, ну... Танька, нет, ну это не может быть. Нет, я же тебя знаю, ты... Ты же не такая. Я нормальная. Ага. Ну, да. Ну, хорошо. Тогда покажи документы. Они у тебя на столе. Ну... Ну, это... Как... 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 Как ты могла... Что ты сделаешь? Ты в суд подашь? Мить... Тебе не нужны эти деньги, и... И наследство тебе не нужно. А мне очень нужно. Ну, хочешь, забери вот фотографии там, архив, всё забери. Мить. Мить. И каждый останется с тем, что ему необходимо. Хорошо? А я... Я тебе думаю... Ты... Мить. Бэлла. Правда. Мить. Я... Говорил... Митя. М... Митя. А вот, в куры, тут человек ублух. Ой, что случилось? Что с тобой? Ой, Вольна, ой, да ты никак рожать собралась. Ой, Вольна, не бойся, ничего не бойся, я за доктором. Ой, врача вызываю. У тебя все нараспашку, и любви нет. На почту она пошла. Как у тебя дела все? Все в порядке? Что с Митей там? Проблем не будет? Я же сказала, бояться нечего. Тем более он сейчас вообще в больнице. О, Господи. Не вздыхай так. Ты здесь ни при чем. И я ни при чем. Ладно, ладно, все, не будем об этом. У меня тоже все в порядке. На дом найден потенциальный покупатель. С коллекцией все тоже на мази. Надо только проверить атрибуцию. Ну, просто от этого будет колебаться цена. Но незначительно. В общем, я думаю, что через пару недель сделки пройдут. Я так счастлива. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Мне нянечки сказали про приметы. Да знали я эту примету. Но у нас-то все хорошо. Кризис уже позади. Девочка у вас сильная. Она очень хочет жить. Я ее как мама назвала. Леночкой. Ну, замечательно. Я думаю, что Леночке придется у нас задержаться. Ну, я думаю, недели на две. Дай бог, чтобы она поправилась. У вас нет права сомневаться. Субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, подвижность рук восстановилась довольно быстро Речевые функции практически не пострадали Ну ноги немного, но это все поправимо Ничего, все будет хорошо Скоро поправитесь Совсем скоро Спасибо Ну что, Краснова? Собирайся Выписывают тебя Как выписывают? Так выписывают Так ведь доктор сказал, что Леночка здесь еще долго будет Леночка может быть долго будет А тебе что? Жива, здорова, положено выписывать Коек лишних нету Я могу хоть кем, хоть санитаркой, хоть уборщицей Я вас очень прошу Маша, я не решаю эти вопросы Я просто лечу детей Ну что же мне делать? Хорошо Я поговорю с главным врачом, но ничего гарантировать не могу Главное, что меня беспокоит, это его моральное состояние Да там динамика не утешит Вот хорошо, если бы вы домой забрали Разработает график восстановительных процедур И тихонечко, не торопясь, с любовью, может что-то и получится Петр Ильич, можно вас на минуточку? Звяжитесь с близкими Хорошо Здравствуйте Петр Ильич, у меня в отделении ребеночек тяжелый Черновик, их набери меня Его мама плачет и просит хоть какой-нибудь работы Ну что бы рядом быть? Ну у нас все дети больные Петр Ильич, ну Я не могу же всех родителей брать на работу Елизавета Андреевна, здравствуйте Это лечащий врач вашего мужа Я вас услышала Одну минуточку, я прошу прощения Только вы обращайтесь не по адресу Мы с Дмитрием Анатольевичем в разводе Фактически, вы просто не оформили документы еще Нет, ну вы тоже поймите, что Дмитрию Анатольевичу именно сейчас нужен домашний кропотливый уход И только в этом случае сохраняется шанс на его Да нет, ну почему же, я понимаю, конечно, взять в Москву, это Да, да, я все понял Мне очень жаль Извините за беспокойство А ты говоришь, женись Ха! 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 Ма-шан Дочка Зачем же ты плачешь? Не плачь, не надо Нет, не плачь, не надо Я, я, я Теперь с тобой Доченька Можно? Все, можно Ну вот Теперь у меня и дочь И внучка Ой Сейчас Ой Так вот Не ругай себя Ты поступала Как велит сердце Значит Правильно Какая-то я невезучая Ничего не поделаешь Отец у тебя бестолковый Ну а ты б него Да я-то что? Я вот только думаю Где нам теперь с Леночкой жить? Как где? У меня? Все вместе? Возьми ключи И сейчас же Поезжай Правда, можно? Ты же моя Дочь Возьми ключи А че ты не понимаешь-то? Не понимает он Просрочил выплаты по кредиту Квартира отошла Банку Все нормально Ты договор-то почитай Внимательно Там все прописано А? О, ну и что Что, мои друзья? Бизнес есть Бизнес В облаках Ты перестань витать А? Ну и что, что лежал в больнице Я тебе искренне сочувствую Ну, знаешь ли Договор есть Договор Но, Олег Прости, дочка Я тебя всю жизнь Испортил Па Па Прости МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маш, ну что? Так и лежит молча. Подвижность ухудшилась. Не хочет упражнения делать. Ай, бедолаги вы, бедолаги. Господи, теперь получается, что все бездомные. Ничего не получается. Все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. Я найду, где мы будем жить. Маш, а что ты не хочешь возвращаться? Там, где жила, до больницы, а? Что ты? К бабушке Игорю? Да. Нет, она и так слишком долго меня нянчила. А если я приеду еще с папой и с Леной, так это совсем получается без совести. Маш, а сейчас совестью-то нельзя жить. Да не могу я по-другому. Подойдите ко мне. Это что, где-то помыть надо? Помыть, конечно, придется. Всю зиму там никто не был. Где не был? Ну, это ключи от моей дачи. Ну, дача громко сказана, домик возле леса. Вы что, отдаете нам свой дом? Разрешаю пожить до лета. А летом я туда жену с внуками перевожу. Спасибо. Ну, ладно, тебе благодарить. Иди, делай свою работу. У меня своей работы не в проворот. А как вы узнали, что нам с папой негде жить? Ну, а как ты думаешь, я главврач или нет? Ну, все, иди, иди. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы просто делаем свою работу. Спасибо вам за все. О, красота. Правда, папа? Да, оптимизм у тебя, видимо, от мамы. Мама у тебя молодец. Все умеет. Устала? Наоборот, по работе соскучилась. Хорошо. Хочу на днях на стройку сходить. Может, опять возьмут. Не думай. Слава Богу, я теперь дома работаю. Проживем. Как она? Вот так. А тебе отдохнуть надо. Да, 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 да. Я сейчас Леночку покормлю. Потом массаж тебе сделаю. Обед приготовить. Да еще и отвар тебе отварить. А там и вечер. И так каждый день. Отдохнуть тебе надо. Обо мне никто так не беспокоился, кроме мамы. Ты прости, что с мамой тогда так получилось у нас. Ну все. Есть кто живой? Ой, а кто это? Здрасте. А вы к кому? Мне бы так это, к Маше, к Серегиной жене. Это зачем? Ну так это, закрыли его. Где закрыли? Ну так это, на зоне. А что ж он натворил? Так это, по дурости. Запил он. Драма, говорит у меня, жизненная. С неправедливостью и обманом. Ну это, по синьке залез в магазин ночью. Так это, чего он мне-то прислал? Ехать тебе к нему надо. На свиданку. Передачку просит. А почему я должна? Ну ты ж жена. Тебе свиданку дадут. А на зоне, без передачек, ой как не сладко. Ну так это, может быть. Что? Ну так это. А ну давай так это отсюда. Давай так это отсюда. Я тебе сейчас так так это, ну мало не так это отсюда. Давай, давай. Давай, давай. Не очень. Никуда ты не поедешь, он предал тебя. Он же живой человек. Маша, ну послушай отца. Маша. Элементарно. Ну неужели бы ты не отвез ему вообще кому-либо чаю, папиросу? Ну, ну и я это другое дело. Какое другое? Какое другое? Ты такой же, как и я. Мой папа. А ты уверена, что едешь только за тем, чтобы отвести передачу? Я, знаешь, сколько про это думала? Я ведь такая глупая была. Ведь рядом Игорь был, а я как слепая. Ну да ладно. Ничего уже не исправишь. С Леной надо что-то решать. Ну не вести же мне ее с собой. Ну так я же с ней буду. Оставишь нам молока, а уж общий язык мы с ней найдем. Спасибо, дочка. Спасибо. Папа. Ничего. Сядь на место. Сядь на место. Машенька. Любовь моя. Не надо так. Я так соскучился, девочка моя. Я тебе передачу привезла. Да что там передача? Ты мне нужна. Маш. Прости меня. Я как в тумане был. Я не знаю, почему я тебя бросил. А сейчас вот жизнь наказывает меня. Прости, Машечка. Прости. Не бросай, ладно? У тебя родилась дочь. Зовут Лена. Лена? Леночка. Какое счастье. Она такая же красавица, как ты, Машечка. Машенька, привези ее сюда. Скажу сразу. Раз и навсегда. У нас с тобой больше ничего не связывает. Ты не можешь меня здесь бросить. Я очень тебе благодарна. За дочь. Ты не бойся. Я буду присылать тебе передачи. Но мы с тобой никогда... Слышишь? Никогда не увидимся. Прости. Прости меня. Прости. Я так понимаю, свидание окончено. Я так понимаю, свидание окончено. И. Угу. 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 Что случилось? Ну, что случилось? Кушать рано. Где наша любимая пустышка? Сейчас найдем. А, вот же она. Сейчас достану. А, вот же она. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тоже на свиданку ходила? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А когда автобус будет, не знаете? Ну, как не знать-то? Мы тут все уже знаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Через час только. Придется подождать. А нам теперь всю жизнь ждать, ждать. Небось, детей дома оставила? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дочку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, в город ты только за темно доберешься. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, ничего. Она у меня с папой осталась. Я не волнуюсь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я сейчас, маленькая. Я сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Иди сюда! Иди сюда! Вот. Папа, я дома. Мы здесь, в комнате. Как вы? Все в порядке? Ой. 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 Господи, папа, как же я рада. Я верила. Верила, что ты сможешь. Ой, слава богу. Это, наверное, соседка молоко принесла. Я открою, а ты присядь. Слушаюсь, начальник. Здравствуйте. Здрасте. Вы забрались, еле нашла вас. Как детектив какое-то ваше месторасположение выясняла. А я могу увидеть, Дмитрий Анатольевич? Проходите. Спасибо. Теперь вы являетесь законным владельцем особняка на улице Садовой и всего имущества ваших родителей по описи. Ну, как? Я не понимаю. А Лиза? А Елизавета Андреевна отбывает наказание за поделку документов и мошенничество в особо крупном размере. Вместе со своим соучником Матвеем Марковичем. Ну, а как? Я тоже умею подделывать подписи. А Куцейфа за пять лет волей-неволей узнаешь. Все равно не понимаю. Рога нужно бить его уже оружием. Извините, Дмитрий Анатольевич, но я подделала вашу подпись на заявление в суд о мошенничестве вашей жены и на доверенности вашему представителю в суде, то есть мне. И, между прочим, не только бесплатное приложение к телефону Матвея Марковича. Я юридически окончила. Столько лет свою карьеру гробила из-за Матвея. На личное счастье надеялась, дура. Он, наверное, вас очень обидел, этот Матвей Маркович. Да ничего. Я через месяц, получая нотариальную лицензию, арендую его кабинет. Да, но... Лиза в тюрьме. Да не волнуйтесь вот так. Сроком дали минимальный. Да еще, наверное, на условно-досрочный подадут. Зато уроком обоим будет. Да. Но все равно, надо передачу как-то привезти. Я Сережу буду собирать и Лизе соберу. А если бы Матвей на мне женился, я бы даже на свидание к нему ездила. Ну вот, мы и дома. Машон, а что, если мы наши картины отдадим музею, а? И коллекцию фарфора тоже. А пусть люди видят. Здравствуй. Здравствуй. Вот, салют. Элли. Иван. Салют. Иван. Ага. Элли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok